Ну что, коридоры времени сожрали половину сообщества. Вторая половина ждала, пока загадку решат. Десятки тысяч человек помогали в решении этого пазла, и вот он наконец решен, и ведет нас к новому экзоту. Бастион. Да, винтовка, которая должна была появиться в игре 28 января. Но что-то пошло не так, опять. Давайте я, Джонни Лейни, подробно расскажу, что нужно делать для квеста, в какой последовательности проходить коридоры и все вот это вот. Для начала проверьте, что вы ввели все предыдущие комбинации вне временного хранилища и получили 18 страниц лора из книги «Голубь и Феникс». Во-вторых, убедитесь, что на персонаже, которым вы отправитесь по квесту, закрыты все предыдущие квесты от Сейнта-14. Все в порядке? Тогда вперед! Отправляемся на Меркурий, залетаем в белоснежные залы лабиринта времени и пробегаем комнаты в этой последовательности. А, наверное, вот так понять не будет, пожалуй. Спасибо, что пришел. Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память моего учителя, человека, служившего мне вдохновением. Его называли «Концом Кроты». Проклятьем Улья, убийцей короля. Молодым Волком. Героем Красной Войны. Тем, кто отомстил за Кейля-6. Он носил сотню титулов, которые уже и не вспомнил. И он погиб, выполняя свой долг, защищая последние горды человечества. Давным-давно он спас мне жизнь, а потом помог спасти и мою душу. Я рад, что ему это удалось, потому что теперь-то поможет нам странник, и его с нами нет. И теперь нас уже никто не спасет. В день нашей встречи я решил следовать его примеру. И пытаюсь следовать. Я возложил на могилу его любимое оружие, разбитое в последнем бою. Пусть никто из нашедших наше приношение не потревожит памяти усопшего. Разве что... Разве что ты все еще с нами. Тебе уже случалось творить чудеса. И если так, то возьми его и возвращайся к нам. Мы убьем того, кто убил тебя. Или умрем в бою. После того, как прослушаем монолог Сейнта, летим к нему в город, чтобы разобраться в происходящем. Он, в свою очередь, разводит руками и говорит нам отправиться на спутанные берега, собирать данные о падших. Убиваем капитанов и прислужников, которые спаунятся прямо здесь, на стартовой локации, и затем отправляемся с собранной информацией к пауку. Паук зовет нас тусануть в клубешник, в затерянный сектор неподалеку. Отправляемся туда, зачищаем, а в конце сражаемся на гладиаторской арене с очередным врагом паука. Чем делаем ему услугу? Собираем квестовый предмет, выпавший из капитана, и приносим к пауку. После чего самый интересный этап квеста. Гринд этап. Нет. Нам нужно выполнить 10 контрактов паука, убить 30 сильных врагов и закрыть 8 открытых мероприятий на спутанных берегах. 10 контрактов паука будет просто, если вы их копили к изначальной дате квеста. Если нет, выполняйте простые ежедневные, а затем берите контракты на убийство тех беглецов, которые прячутся в затерянных секторах по всей системе. С ними расправиться будет проще всего, да и быстрее. На счет убийства 30 сильных врагов, не парьтесь, этот этап выполнится, пока вы будете пробегать 8 открытых мероприятий. В счет идут и боссы, и противники с желтой полосой здоровья. Как только вы завершите этот этап, отправляйтесь в локацию Четырехрогая ущелье на спутанных берегах, и в затерянном секторе пещеры Зверолова отыщите вот такого эфирного... джина, не знаю. После взаимодействия с ним, вам останется пройти специальную версию налета Полое Логово, а затем получить награду у Сейнта 14 в башне. Вуаля, плазменная винтовка, кинетический слот, ваша. Я не знаю, что там такое произошло, но я ужасно разочарован, что настолько запутанный и важный для сообщества квест, закончился другим квестом, который обещали неделю позже. Про саму винтовку, как и всегда, я сделаю отдельный ролик, расскажу, чего она стоит и всё такое. Оставайтесь на связи, стражи, спасибо за просмотр и счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok